Минувшее воскресенье называлось «Неделей о блудном сыне». Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Александро-Невском храме в одноименном скиту Блиспеределкино. А по окончании литургии произнес проповедь на тему евангельской притчи. В храмах в этот день звучало повествование о человеке, который заблудился в жизни и возвращается домой после долгих странствий. В них он отправился своевольно, проявив непочтение к отцу. Там жил греховно, тратил деньги на удовлетворение страстей, душу свою губил и губил плоды трудов своего отца. Но в стране далече, впав в нужду и голод, он в покаянии приходит к отцу и тот его прощает. Более того, устраивает празднование и наделяет сына дарами. И мы знаем, что отец принимает его. Он возвышает своего блудного сына. За что? Не за что. Только за то, что блудный сын нашел в себе силы вернуться к отцу. И какая награда! Наравне с добрым и хорошим сыном поставила сына блудного. И сделал даже более, что и породила роботу сына старшего, который не уходил из дома отца. Был послушлив, делал все, чтобы приумножить богатство и благосостояние семьи. А отец отвечает ему, «Твой брат пропал и нашелся!» Какая же радость! Какое же счастье! Вот это повествование помогает нам понять, что в Божьем замысле любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость. Господь нам сегодня через эту притчу дает прямое указание. Как можно исцелить любой конфликт, любое противоречие? Нужно только обратиться к Божьему закону жизни, а не к человеческому. И совсем не напрасно мы вспоминаем это евангельское повествование в преддверии Великого Поста. Помоги нам всем, Господь, проникнуться мудростью сегодняшнего евангельского повествования и быть способными поступать так, как поступил отец, принявший блудного сына. Да так, как и сам блудный сын поступил, придя и раскаившись пред отцом своим, и как будто бы не имел никакого шанса на то, чтобы получить прощение и оправдание. Продолжение следует...